МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Коротко о главном к этому часу. Объект историко-культурного наследия. Капитальный ремонт дома 1880 года постройки по улице Ленина 3 подходит к концу. В ЖКХ рассказали о том, как идут работы. Спрос на рабочую силу и дефицит кадров. Как в Гродно будут повышать интерес к профессии строителя. Расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны продолжается. Цифры уничтоженных деревень растут. Красота, искренность и ум. В Гродно прошел областной этап кастинга национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Награждение победителей Олимпиады и новые специальности. День абитуриента прошел в Купаловском университете. Капитальный ремонт дома 1880 года постройки по улице Ленина 3 подходит к концу. Строители уже приступили к кровле крыши. Эти работы планируют завершить в ближайшие дни. Капремонт одного из самых старых жилых домов Гродно был предусмотрен планом на ближайшую пятилетку. К реализации задумки приступили в конце ноября прошлого года. Проект на сметную документацию объекта согласовывали с Министерством культуры страны. Все дело в том, что дом в центре города был построен в 1880 году и является историко-культурной ценностью первой категории. Воссоздавать его будут визуально в стиле эпохи 19 века. Для этого строителям требовались особые материалы. К примеру, металлическая фальцевая кровля. Немало трудностей во время капитального ремонта у рабочих возникло с инженерными сетями. Например, полностью заменили канализацию, водопровод, систему электроснабжения. При капремонте именно инженерных сетей при замене требуется полный доступ людей. То есть, люди, понятно, что они все работают, одновременно не могут присутствовать, поэтому в связи с этим, когда все и отверстия остаются, бывает и по неделе, и чуть больше, потому что надо, чтобы каждый человек предоставил, заменить трубу целиком требуется. Пробивается отверстие, чтобы освободить старую трубу, ее демонтировать и полностью смонтировать новую. Соответственно, получается отверстие между самими квартирами, именно в санузлах. В связи с чем, получается, что нужен доступ, чтобы именно снизу и сверху дали, чтобы выполнить опалубку и забетонировать данное отверстие. Сейчас такой проблемы нет. Жильцы дома доступ строителям предоставляют оперативно. Да и масштабных внутренних работ больше не планируется. Уже в эти дни на объекте выполняют кровельные работы. В ближайшие приступят к штукатурке фасада. Это специфическая отделка, которая очень чувствительна к минусовым температурам. А значит, погодные условия в работе строителей зачастую решающий фактор, из-за которого порой выполнить работу в срок просто не получается. Отсюда и дискомфорт для жильцов. Повреждения, которые были нанесены в самих квартирах из-за ремонта, будут восстановлены или компенсированы, рассказали в ЖКХ города. С местными жителями уже связались. Полностью сдать объект планируют в апреле. Кстати, на 2023 год запланирован капитальный ремонт 65 домов города. На некоторых объектах уже идут работы. Повысить престиж рабочих профессий намерены в Гродно. Прежде всего, речь идет о том, чтобы сохранить и приумножить кадровый потенциал в строительной сфере. Это одна из приоритетных задач профильной областной организации профсоюзов. Также важно привлечь молодых работников в профессию. При этом подключиться нужно управленцам, нанимателям и представителям учебных заведений. За круглым столом заинтересованные стороны обсудили проблему кадров в регионе. К примеру, профсоюзные лидеры могут помочь адаптироваться и удержаться на предприятии начинающим специалистам. В коллективные договоры реально внести дополнительные гарантии и меры поддержки. Это материальная помощь в отделении суд и кредитов на строительство жилья, участие в решении бытовых вопросов, оздоровление молодых работников, организация их досуга. В этом же списке и развитие института наставничества. Для опытных сотрудников можно предусмотреть поощрение за помощь молодежи быстрее влиться в коллектив и развить профессиональные навыки. В прошлом году, к сожалению, в ряде наших организаций увольнение преавалировало над трудоустройством. И можно говорить о том, что примерно доля вакансий рабочих профессий составляет примерно 5-6% от общего количества работников в организациях. Ну и в связи с тем, что перед строительным комплексом Республики Беларусь и Гродненской области стоят достаточно серьезные задачи, конечно, сегодня нужно задуматься о том, как предотвратить вот этот дефицит кадров рабочих профессий. Спрос на квалифицированных строителей на рынке труда Гродна остается высоким. В банке вакансий более 200 предложений. Ищут электрогазосварщиков, маляров, штукатуров, инженеров-строителей. Для решения кадровой проблемы, конечно, в первую очередь важно повышение уровня заработной платы в данной сфере. Поэтому роднонимателями принимается ряд мер по повышению именно заработной платы. Кроме того, предусмотрен в коллективных договорах ряд социальных аспектов. Это и предоставление арендного жилья, это и различные социальные льготы. Расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны продолжается. Цифры уничтоженных деревень растут. Круглый стол по этой теме прошел в Купаловском университете накануне 80-летия годовщины хатынской трагедии. По данным прокуратуры Гродненской области, на момент возбуждения уголовного дела было известно о порядке 9 тысяч полностью или частично сожженных белорусских деревень. Сейчас эта цифра возросла до 11 тысяч. Из архивных данных по Гродничине было известно о сожжении 311 деревень, сегодня их 346. Один из таких фактов деревня Салтынишки Вороновского района. Деревня состояла из 100 дворов. Уничтожена была только за то, за связь с партизанами и укрывательство еврейского населения. Мы должны понимать, кто проживал в годы Великой Отечественной войны в 43-м году в этой деревне. Это, естественно, были старики, женщины и дети. В расследовании принимают участие профессора и студенты Купаловского университета. Преимущественно это историки и юристы. Они работают с архивными документами, свидетелями и информацией, предоставляемой областным военкоматом. У нас сейчас идет проект совместный с областной прокуратурой, который растянется на несколько лет. По мемориализации мы создадим сайт, на котором будут отражены все захоронения, все те места, где пали советские войны и мирные граждане. Будет создана интерактивная карта, будет проложен маршрут до этих мест, будут опубликованы списки тех, кто там захоронен. Многие документы, которые находятся в нашем архиве, документы периода оккупации, они на немецком языке. Поэтому первыми в работу включились наши студенты-переводчики, которые переводили эти документы и продолжают эту работу сейчас. Красота, искренность и ум. В Гродно прошел областной этап кастинга национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На титул самой прекрасной девушки страны претендовали 50 юных леди со всего региона. Среди обязательных условий возраст от 18 до 24, отсутствие татуировок и рост от 172 сантиметров. Но это лишь начало. На деле же девушкам предстояло презентовать себя, ответить на любые вопросы жюри, и все это под светом прожекторов в прямом эфире. О том, какие они претендентки на титул самой красивой девушки страны и что ждет их впереди, расскажет Анна Соловей. Для Яны Грещук это не первая проба на конкурс красоты. В студенческие годы девушка уже пробовалась на титул Мисс Университета. Среди своих достоинств отмечают уверенность и потрясающую фигуру. Ее конкурсантка поддерживает при помощи спорта и подсчета калорий. В раннем детстве, когда я была очень маленькая, мне было лет 12-13, я обожала всю эту атмосферу, которая будет вокруг моделей. Мне безумно нравилась их фигура, в первую очередь фигура, их наряды. И просто нравилась эта жизнь, которая вокруг них кипит, бурлит. И я очень хотела в раннем детстве себя попробовать, поскольку сейчас мне предложили, просто отказываться я не могла. На областной кастинг конкурса красоты приехали 50 девушек со всего региона. На отборочный этап юных леди приглашали без косметики, в черной облегающей одежде и на невысоком каблуке. Одним из главных критериев отбора красавиц является самопрезентация, умение держаться на сцене и отвечать на любые вопросы жюри, даже самые каверзные. Также нужно представить свои таланты. И если необходимо будет, продемонстрировать их жюри. Сделать это сложнее еще и потому, что помимо взглядов жюри на конкурсанток направлены и объективы камер, а весь процесс транслируется онлайн. Быть раскрепощенной в такой обстановке задача не из простых. Задавали такие вопросы, откуда я, сколько мне лет, рост уточняли, потому что, я смотрю, рост очень важен, потому что модель должна всегда быть высокая. Также какие-то хобби спрашивали, какие, откуда, чем занимаюсь, что я люблю. Расспрашивали про книгу, что я читаю. В принципе, такие легкие вопросы, даже интересные. Заготовленных вопросов у жюри нет. На это есть свои причины. Только так можно увидеть настоящую реакцию девушки на каверзные темы и ее умение выйти из ситуации. И, конечно, искренность. Больше всего я ценю улыбку и эмпатию. Когда девушка может проникнуться к каким-то вещам до глубины своей души, когда она может сопереживать, и когда она полна эмоций и чувств, это вызывает у меня положительный отклик. Когда девушка холодная и держит на расстоянии все и всех, это у меня сразу человек-невидимка. Ощущения, конечно, невероятные, потому что лучшие девушки Беларуси демонстрируют тебе свои умения, свои навыки, свою красоту и свой талант. Это вызывает, конечно, некоторую неловкость в самом начале. Конкурс красоты – это не только про идеальные параметры, отточенную фигуру и безукоризненную эстетику. Мисс мира – вот что ждет финалистку конкурса. А это достоинство всей страны. Здесь речь про амбиции, стремление, интеллект. Они разные. Они, правда, абсолютно разные. И внешние качества, и какие-то качества характера. Чего бы действительно хотелось, вот мы посмотрели уже, наверное, 30 девушек, может быть, 40, чтобы девушки себя несли больше. Чтобы они не боялись жюри. Здесь не экзаменационная комиссия, не последняя попытка, после которой их, я не знаю, заберут в армию. Хотя их не заберут, а не девушки, да? Это, ну, собрались люди, которые действительно хотят найти самую-самую, самую красивую, самую умную, самую интересную. Чтобы девушки, вот они поняли, что они девушки, улыбка, плечики, походка, и вот это очень важно. В каждом регионе кастинг состоит из отборочного тура, дефиле в купальниках и фотографирования. Дальше весь собранный материал жюри будут отсматривать в Минске. В полуфинал пройдут 90 красавиц со всей республики, а в финале будет 30 человек. Самое сложное у девушек еще впереди. Месяц перед итоговым шоу, когда все они живут и работают вместе. Работать приходится много. Мы готовим огромное шоу, да, с дефиле, которое нам, даже не просто дефиле, это такие хореографические постановки большие. Многие из них понятия не имеют, что такое хореография, и что такое дефиле, и что такое моделинга, в принципе. Поэтому приходится много. Они правда работают по 12 часов? Плюс у нас примерки, плюс какие-то коррекции внешности, да, мы там кому-то перекрашиваем волосы, кому-то там бровки, кому-то глазки, кому-то зубки. То есть кому-то коррекция фигуры. Это такая невероятная работа. А пока шансы стать лицом страны есть у каждой юной леди, кто пройдет в полуфинал. Кстати, обладательницами титула «Мисс Беларусь» за всю историю конкурса трижды становились жительницы Гродно и области в 1998, 2010 и 2014 годах. Анна Соловей, Андрей Шаповалов. Новости. Гродно+. 83 человека могут стать студентами Копаловского университета без сдачи централизованного экзамена. Они стали победителями многопрофильной олимпиады университета. Сертификаты вручили во время Дня абитуриента. Можно считать, что еще будучи школьниками, эти ребята стали студентами вуза. Это одно из новшеств будущей вступительной кампании. К слову, олимпиада проходила по 17 специальностям и 6 предметам, которые необходимы для поступления. Я участвовала в олимпиаде по белорусской мове. Так сталося, что у меня мама наставница белорусской мовы и литературы, сестра учится уже на другом курсе, так само филологичная факультета, так само белорусской филологии. Я участвовала, что ведать свою родную мову – это очень гонорист. Кроме того, в этом году в Купаловском университете объявлен набор на новые специальности – архитектура, электроэнергетика и электротехника и тыловое обеспечение войск с профилизацией горюче-смазочные материалы. Напомним, что в прошлом году Купаловский университет также представил новинки. Это биохимия, журналистика, веб-журналистика, информационные системы и технологии в экономике. А также уже второй год осуществляется набор девушек на военный факультет. В этом году мы впервые в более широком аспекте столкнулись с таким направлением, как целевая подготовка. Целевая подготовка – это то направление, которое в будущем должно обеспечить закрытие наибольшего количества бюджетных мест. И наша задача на сегодняшний день в работе с заказчиками кадров, вот уже на данном этапе работы с абитуриентами привлечь наиболее мотивированных, наиболее пытливых так, чтобы они уже начиная со студенческих лет погрузились в выбранную специальность и на выходе уже были специалистами непосредственно к той отрасли, с которой они себя связали. На дне абитуриента было немало заинтересованных со всех уголков страны. В УЗИ отмечают, что количество студентов из других регионов каждый год увеличивается. В 2022 году 25 процентов, а это четверть из зачисленных в наш университет, это были представители из других областей, не из Гродненской области. Это очень радует. Это говорит о том, что не только есть та необходимая специальность, но даже при наличии специальности в университете, расположенном в их регионе, они выбирают Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова